С начала осенне-зимнего периода человек наиболее подвержен риску заболевания гриппом. Именно поэтому по всей стране проводится вакцинация населения. Как пояснил заведующий эпидемиологическим отделением Центральной городской больницы Тимур Магомедов, с начала сентября проводится профилактическая работа в целях предотвращения заражения горожан вирусом гриппа. Пояснив, что в первую очередь вакцинацию будут проводить среди взрослого населения. Это работники организаций и ведомств, в частности, педагоги общеобразовательных и дошкольных учреждений. То есть контингент людей, находящихся в постоянном контакте с детьми. И прививки от данного вируса необходимо проводить именно в начале осени, поскольку имеют признак сезонности. Для гриппа характерна осенне-зимняя сезонность. Можно даже сказать, что осенне-зимне-весенне сезонность. Потому что именно в переходной период, осень-зима, зима-весна, в этом наблюдается наиболее большее количество зарегистрированных случаев. В этом году, по информации Всемирной организации здравоохранения, ожидается H1N1 грипп. Он уже есть. В некоторых странах, особенно в Юго-Восточной Азии, он стал проявляться. Потом и другие респираторные инфекции, которые сопутствуют гриппу тоже, которые могут вызвать осложнения. По словам врача, сам по себе вирус гриппа не так опасен. Большую угрозу для здоровья представляют именно его последствия, которые могут вызвать осложнения, в особенности у лиц, страдающих различными хроническими заболеваниями. В группе риска люди, старше 60 лет, и, конечно же, дети. Специалист также назвал основные характерные признаки заболевания. На бедах, конечно, это появление слабости, головные боли, боли над бровными дугами. Может быть, грипп сам по себе, он не так страшен, да, вот как осложнение гриппа, они страшны. Осложнение оно дает и на почки, и на головной мозг, может, мини-гид вызовут, может быть, и на легкие воспаления легких. И вот симптомы гриппа – это все обычные симптомы простуды, включая то, что, конечно, это головная боль, боль над бровными дугами, это боль так отличает его от других симптомов. В медицинском учреждении созданы все условия для того, чтобы человек мог получить прививку. С начала текущего года открыт новый оборудованный прививочный кабинет, где специалисты окажут всю необходимую квалифицированную помощь. Кроме того, в рамках проводимой вакцинации населения созданы специальные мобильные бригады врачей, которые выезжают по организациям и учреждениям и делают прививки на местах, так как это необходимая и эффективная мера предотвращения заражения. Вика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».